Так, сегодня у нас, по-моему, вот не скажу опять же точно какое, по-моему, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, по-моему, 12 февраля 2015 год. Сейчас, сказать, что раннее утро нет, но где-то, наверное, около половины 12-го. Надо было, конечно, на часы посмотреть. Итак, вот такая красота, опять же, мой садик-огородик. Дуглас у меня садовником родился, не на шутку рассердился. И вот у нас с полным ходом все цветет. Вот такие синявочки, вот такие вот не синявочки. Ой, совсем уже. Вот они уже высохли почти здесь, а эти только-только-только начинают, вот только-только начинают подрастать. Растать-подрастать. Итак, поехали. Я готова. Я готова, как всегда. Поехали. Поехали по делам. По делам, по дороге поболтаем. Все, пока. Поехали. Погодка, конечно, так и шепчет. Дай ми на выпей. 20 градусов. Это только еще утром. Опять же, ночью было очень холодно. Ночью было, по-моему, 5 или 6 градусов тепла. Что-то у нас там подводит. Ну, сейчас, сейчас 18, 18 сейчас. Что-то у меня рога стоят. Дуглас, наверное, меня уже орогатил. Обрюхатил и орогатил. Все, поехали. Поехали. А, я сейчас покажу. Так. Все же хочу показаться, как я выгляжу. И все же забываю. Вот то ли это платьюшка, то ли это не платьюшка. Раз, вот, иди нафиг. То ли это платьюшка, то ли это не платьюшка. Все. Остальные плешки. Клеша. Мои клеша. Это у меня карманчики есть. Для денюжки. Мое любимое ожерелье, которое мне, в общем, мне крайне редко что-то нравится. Мне надо, я не знаю, какой-то странный такой вкус, но мне крайне-крайне редко что-то очень нравится. Но вот эта настолько понравилась, вот эта штучка. Я думаю, надо вот с него взять пример и само себе соорудить что-то вот нечто подобное. Купить вот такой. Я уже смотрела такие. Можно купить толстые шнурочки. Все, поехали. Поехали, поехали. Да, толстовасненькая немножко, но ничего, ничего. Что делать? И вот теперь мой партнер. Дан Нюлин. Партнерс. Ха-ха-ха. Протект юрлигал райц. Ни хухры-мухры. Вот так вот. Пока молчу, пока ничего не говорю. Так, я сейчас покажу. Я сейчас покажу, как много у меня очков. Мне когда девчонки говорят, купите себе очки с затемненными стеклами. Я говорю, а что я буду делать? У меня аж такое количество. Вот у меня вот такая красота есть. Но сюда нужна отдельная помада. Я покажу сейчас еще отдельные помады. Хотела уже выезжать. Вот у меня вот такие очки. Прикольные всякие разные. Вот у меня Леди Гага. Сюда у меня специальная помада розовая. Такие же зелененькие, такие же красивенькие. Вот они какие прикольные. Я под них тоже купила зеленую помаду. Ну вот, понятное дело, мои вот такие простенькие, беленькие. И у меня целый мешок еще лежит дома. Это не все, это еще. Вот такие. У меня красиво, скорее всего, что под это, под это, мое платьюшко подойдет вот это. Но помада нет. Я помаду уже намалевала под мои красные. Коль я уже в красных очках, в красной помаде, то я уже буду в красных очках. Итак, красные очки, красные, все красное. И когда иногда пишут или говорят там, в частности, это что такое шумит? Это пакетик у меня шумит. Говорят, это некрасивые женщины, которым не идет красный цвет, которых нельзя уже, ну, ничем, как сказать, более красивить. Это они придумали, что красный цвет любят и носят женщины, которые якобы сексуально озабочены. Но начнем с того, что сексуально озабочены все люди в мире до определенного возраста, абсолютно все. Нет человека, который не был бы наделен, ну, все. Я больше об этом говорить не буду. И, кстати, вот эти еще мои очки, которые я в последнее время, я их тоже не показала. И у меня дома, наверное, штук 20 еще лежит разных-разных-разных, но они мне поднадоели, они мне просто так выложены, потому что я их много лет назад носила, рука не поднимается, выбросит. Итак, так вот по поводу того, что красный цвет, любят дураки, и по поводу того, что красный цвет носят женщины, как сказать, легкого поведения, это все такая же фигня, как и есть, опять же, умница Лариса Гузеева сказала такую замечательную фразу. Она грядила в том, что, как это сказать, фразу и фразу, поговорку, не поговорку, придумали поговорку о том, что из проституток выходят самые лучшие жены, придумали сами проститутки. Поэтому я могу сказать, что когда кто-то появился в красном, красивая женщина, там вообще суперская женщина, красавица, еще красный цвет, оно вообще еще больше оттеняет красоту. И эти злыдни, которых, ну есть некрасивые женщины, к сожалению, которые, опять-таки, некрасивых женщин нет. Но есть такие женщины, которых злоба делает некрасивыми там, либо еще что-то, либо еще что-то, либо там что-то еще. Которые просто, ну, есть, конечно, если честно, какие-то некрасивые. И вот они сидят и пыхтят от того, что, ну, ничто уже их красивее сделать и сможет. И начинает кидаться камнями в красивых женщин, которые любят красный цвет, которые одевают там красные платья, всякое разное, всякое разное. И начинает кидаться камнями. Вот, они такие сякие, они там озабоченные. А сама сидит еще более озабоченно. Понятное дело, что красивая эта женщина легче найти себе, чтобы снять эту озабоченность. А вот ей вот этой вот несчастной, которая там сидит и пыхтит. Короче говоря, поехали. Шутки шутками, разговоры разговорами, поехали. Надо двигаться, надо что-то делать. Я прямо как это, я одета как, как, как американский заключенный. У нас форма здесь в Америке или оранжевая, или вот такая вот. Вот такая, по-моему, уже совсем, совсем на плохих. Или раньше было, вот не помню, с чем это связано. Прическу свою испортила. Поехали, поехали. Сегодня у меня нас ждут великие дела. Заводим машину. Поехали. Сейчас тему новую начну, пока выключусь, немножко отъеду и пойдем дальше. Поехали. Сейчас я быстренько заеду в банк, мне нужно там немножко денежки снять. А то я вчера сходила там в одно место и не было налички, чтобы позлатить ручку. Пошла в русский магазин, говорит, девочки, давайте я вам это, снимите с моей карточки 50 долларов, даже с процентами снимите. Дайте мне 50 долларов, мне надо ходить. Не, 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 мы не принимаем, мы, мы, мы сами, нам самим наличка нужна. Ну, я не думаю, что часто обращаются, но, во всяком случае, немножко как бы не, 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 не такое же большое, не такое же большое дело. Ну, опять же, я же говорю, что, ладно, не буду я эту тему дальше развивать, потому что меня снова закидают камнями. Сейчас я зайду в банк, сниму наличку, потому что у меня всегда, у меня всегда в карманах, хотела сказать, у меня всегда полный, полная сумка, там, 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 там двадцатка, там тридцатка, там сотка где-то лежит. И как-то что-то я даже не заметила, как оно у меня все ушло и осталось там буквально 10 долларов. Ладно, сейчас заеду, сниму денежку, пусть лежит, лежат. Все-таки наличные деньги частенько нужны, хотя, казалось бы, у нас тут куча карточек, у меня лично тут куча карточек всяких разных. Две кредитные, одна дебетовая, одна оттуда, из Крыма, карточка. Там у меня потихонечку бизнес работает. Ааа, не успела, желтый цвет, желтый цвет, ладно, постою, 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 помолчу, ладно. Нет, ну я молчать не буду. Тебе кроме... Ааа, Саня, да, да, да. Так, очки-то надо сложить. Я сейчас хочу развить интересную тему, на которой я уже не раз останавливалась. Ну, еще немножечко можно. Еще немножечко надо... Давай, 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 давай. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас я уже сначала сниму денежку, а потом уже начну эту тему, потому что тема интересная. Тема называется предательство. Вообще, что такое предательство в моем понимании и вообще, особенно о подружках. Я хочу сказать, что вот у меня есть три подружки детства. Но они с детства, они как родные сестры, они уже... От них уже деться некуда, потому что мы вместе выросли там с 5, 6, 7 лет. Иди, мой родной, иди, красивый. Мальчишечка, такие хорошенькие деточки, боже мой. Мне кажется, у нас таких красивых пацанов не было. Вот не было у нас таких красивых пацанов, когда мне было там 15, 16, 17 лет. Не знаю. Вот какие-то были все недоросли, какие-то были все, ну, прыщавые, какие-то худые, какие-то невзрачные были. Я не знаю. Ну, был, конечно, один мальчик, которого я когда-то влюбилась. Венка-окорочков. Сейчас, сейчас расскажу. Ага. И вот я сейчас остановлюсь возле, 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 возле аппаратика. Сейчас я выключу свою машину. Открою окно. Наверное, далековато я встала. Надо закрыться, чтобы меня тут нечаянно не украли. Достану свою карточку. Одну из своих карточек, и не только свои. Да, вот он, вот он, вот он. Да, настал период в жизни, конечно, когда... Не буду ничего лишнего говорить. Ах, не достану, не достану, придется мне отреблять. Далековато я залезла. Ну, давай. Сто долларов хватит? Хватит. Хватит. На сегодня хватит. Но, ресеп, мне не надо ресеп. Молодец. Давай, спири, давай. Давай, карточку. Давай, девушку. Больше пока не надо. Тут вообще сто долларов, конечно, когда в кармане, их хватит на месяц. Потому что, как правило, наличкой никогда не пользуешься. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Друг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Так, сзади никого нет, я могу не торопиться. Итак, поехали. Поговорим о предательстве. Вообще, я хочу сказать, что верить никому нельзя. Нет, можно. 18 дней до менее весны, когда этот, как его, со Штирлицем-то, который, господи, Штирлиц. Вы знаете, что наше время никому верить нельзя. Где? А потом после такой паузы говорит, мне можно. Как я говорю, никому верить нельзя, мне можно. Мне можно, потому что я честный человек. Я никогда никого не предавала, не предам и не буду предавать. Но это зависит, опять-таки, это зависит даже не от воспитания, от того, каким человек родился. Вот я такой родилась. Я такой родилась, я понимала еще в первом классе, что это некрасиво. Я еще в первом классе понимала, что некрасиво и нельзя дружить с подружкой, и потом идти и с другими подружками осуждать вот эту же подружку. И потом приходить к ней и там с ней дружить, опять же. Я тогда еще это понимала, когда мне было 7 лет. И когда я первый раз с этим столкнулась, и, конечно, меня вывернуло наизнанку, просто думаю, боже, какой ужас. Неужели такое бывает? Ну, во всяком случае есть многие женщины, которые дожили там до 50 лет и до сих пор. Ну, они просто такими родились. Они родились такими вот, что они не понимают. Им это не донат. Не каждому человеку. Да все мы разные. И есть такие... Я про мужчин вообще не говорю, потому что я с мужчинами не дружу. Правильно говорит Гузеева. С мужчинами дружить нельзя. Дружить надо только с женщинами. Ну, то есть, какая может быть дружба между женщиной и мужчиной. Понятное дело. Если у нас разные, как сказать, мы разнополые. Естественно, рано или поздно что-то может возникнуть. Либо лучше держаться подальше. Я с мужчинами не дружила. Никогда не дружу. Есть, конечно... Могу назвать там своими друзьями там пару человек. Но опять-таки это были не такие друзья, с которыми там посиделки у меня были, с которыми я там делилась бы на болевшем. Нет. Ну, какой-то бизнес вместе делали, да. Ну и все. Так вот. Я надеюсь, зубы мои не покраснели. Я надеюсь, что я не могу. Так вот, есть...